Приветствуем уважаемых подписчиков и гостей нашего канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик. Вора в законе Кобу Краснодарского публично опустили и макнули в парашу. Как стало известно Prime Crime 24 мая 2023 года стал черной датой в судьбе 50-летнего краснодарского вора в законе Коба Дзидзишвили, теперь уже окончательно бывшего. В тот день, поделивший его жизнь на до и после, в СИЗО Армавира Кобу опустили головой в унитаз, куда оправляются заключенные. На следующий же день несчастного сглаз, долой этапировали в колонию, где с учетом новых обстоятельств, сидеть ему бок о бок с нерукопожатной публикой, минимум, до 2030 года, не считая саратовской раскрутки. В известной истории воровского мира, это первый случай применения к действующему законнику, столь радикальных мер. В этом отношении, когда-то вполне безобидный Армавир, сходу обошел таких зубров ломки, как Пермь или Красноярск, откуда по слухам и прибыл исполняющий обязанности хозяина, скандально прославившегося изолятора. После того, как в 1982 году Квежа подошел к Волчку, Краснодар стал филиалом Кутаиси, откуда и Коба. Начиная с 1992 года, Коба регулярно попадал за решетку. Сначала за положенные кражи, потом, как водится, зацамали. Иногда, как в 2002 году, дважды за год. Совокупный чиличный стаж в объеме 10 судимостей, так и не научил Кобу находить общий язык с системой. Свою детскую мечту, стать вором, Коба осуществил в 2012 году, в самый разгар большой смуты, когда шапки раздавали всем желающим. Кобу приобщили келейно узким кругом, преследуя личный интерес и зная заранее, что воровать ему до первого вора. Так оно спустя всего несколько дней и вышло. Первым вором, что рояль в кустах, оказался Осетрина-младший, которому старшие, как самому молодому, отдали Кобу на съедение. Перед Сергеем, у которого на руках были одни козыря, Коба спасал, а его крестные отцы, те, кто сразу не открестился, ради приличия, чтобы Коба не думал, что его развели, изобразили за него суету, но неубедительно. Увидь Коба в Сергее тогда знак судьбы, глядишь, не дошло бы до такого финала. Но воровская разобщенность давала почву таким сухарям, как Коба, обманывать себя и других, выжидая, когда ляжет карта. В подвешенном состоянии Коба, упорно не желавший расставаться с детской мечтой, пробыл до 2020 года, пока его вопрос таки не решился на самом верху. Возражения от Осетрианов либо не было, либо о них неизвестно. В прошлом году его корону признал, и Краснодарский краевой суд, оценив десятью годами. По этапу, на пересылке в Саратове, при первом же шмоне из Коба на свет, извлекли его любимые цамали, бережно хранимые в воровском кармане. Точка невозврата была пройдена. Используя какие-то процессуальные лазейки, Коба, как пес на свою блевотину, вернулся в злополучный Армавир, где с ним и случилось непоправимое. Где он блотовал 30 лет. Подоплека инцидента окутана мраком, как и все, что обыкновенно касается воров в законе, тем более, где тайны охраняются режимом секретности. По одной из версий, Коба попытался влезть в земельные темы, которые на Кубане, что Клондайк и епархия избранных, одному из которых Коба якобы и помешал. Источники, близкие к Кобе, описывают ситуацию куда более прозаично. Будто бы был конфликт с администрацией изолятора и закусившие кумовья показали, кто в доме хозяин и кто есть Коба. Оперское возмездие залегендировали под правилку. Метелили Кобу несколько заключенных прессовщиков, среди которых были армяне. Озвученная причина участия в 2013 году в избиении Асатрянов, Квижовича и Ромика, где с Кобой был весь дедохасановский генералитет, 13 душ, Кардавы, Пичуга, Дата, Мирон, Мацы, Тимур, Фаризов. Где не могло бы быть Кобы, если бы Коба не был вором. Претерпеть от Кобы, которого годом ранее остановил Сергей, для Асатрянов было максимальным огорчением. Тогда как для Кобы, как тогда ему это обрисовали, с счастливым шансом вернуть себе имя, поквитавшись за оскорбление. Одна версия не исключает другую. В любом случае Коба заплатил высокую цену, опустившись, по всем законам драматургии, с вершины на самое дно. О том, была ли расправа одобрена кем-то из воров, история умалчивает, но потом, чтобы не пачкаться, будут говорить, что никогда такого вора и не было. И ни одна Кардава не пикнет. Ранее до этого в СМИ писали, что в Краснодаре за вымогательство одного миллиона рублей осужден вор в законе Коба-Дзидзишвили. Лидер банды, вор в законе Коба-Дзидзишвили, в это время сидел в одной исправительной колонии, со своей жертвой. В ходе комплекса мероприятий сотрудниками Краевого управления ФСБ нейтрализована противоправная деятельность Кобы-Дзидзишвили по негативному влиянию на пенитенциарные учреждения Краснодарского края и Республики Адыгея. В результате оперативной разработки Дзидзишвили, привлечен к уголовной ответственности, его подельники осуждены и выдворены за пределы Российской Федерации, прокомментировала ГТРК Кубани Лона Писарева, официальный представитель УФСБ России по Краснодарскому краю. Суд признал Кобу-Дзидзишвили виновным и назначил наказание в виде лишения сроком на 11 лет в исправительной колонии строгого режима. Как сообщал Югополис, Коба-Краснодарский был задержан в апреле 2013 года. Так, в 2008 году Дзидзишвили в составе банды совершил два разбойных нападения в Славянском и Тимашовском районах Краснодарского края. Вооруженные грабители в масках проникали ночью в частные дома и требовали от хозяев деньги и ценности. В результате нападений было похищено более полутора миллиона рублей. Всего же в ходе следствия было доказано совершение преступниками шесть разбойных нападений, грабежей и хищения имущества на территории Калининского, Славянского, Красноармейского и Тимашовского районов. При совершении преступлений бандиты действовали дерзко и жестоко угрожали оружием, применяли пытки и издевательства над потерпевшими. Ущерб, который был нанесен гражданам в результате разбойных нападений банды, составил более шести миллионов рублей. В 2013 году вора в законе Кобу-Краснодарского отправили под суд по делу о бандитизме. Прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение и направила в Краевой суд уголовное дело Коба-Дзидзишвили, подозреваемого в совершении ряда тяжких преступлений, сообщили агентству Интерфакс-Юг в пресс-службе надзорного ведомства региона. Ему в частности инкриминируется участие в банде и в совершаемых ею нападениях, статья 209 УК РФ, а также разбой, статья 162 УК РФ. Следствием установлено, что в феврале и апреле 2008 года К. Дзидзишвили в составе банды совершил два разбойных нападения в Славянском и Тимашевском районах. Вооруженные грабители в масках проникали ночью в частные дома и требовали от хозяев деньги и ценности. В результате нападений было похищено более 1,5 миллиона рублей, отметили в прокуратуре. Восемь других участников банды в 2011 году были приговорены Краснодарским краевым судом к длительным срокам заключения на основании вердикта присяжных. Однако К. Дзидзишвили долгое время находился в федеральном розыске и был задержан только в начале апреля 2013 года в районе хутора Ленина под Краснодаром в результате совместной операции ГУ МВД РФ по УФО и Краснодарского края. Как сообщил агентству представитель ГУ МВД по УФО Роман Щекотин К. Дзидзишвили, известный в криминальных кругах как вор в законе Коба Краснодарский, был задержан по подозрению в совершении ряда тяжких преступлений на территории Юга России, в том числе организации разбойных нападений. Ранее пресс-служба окружного главка сообщала, что К. Дзидзишвили также контролировал криминальные группировки так называемых барсеточников в Ростовской области и Краснодарском крае. В июле 2011 года в ходе процесса над бандой были доказаны 6 эпизодов разбойных нападений, грабежей и хищения имущества в особо крупных размерах. По материалам ГУ МВД по ЮФО, группировка совершала преступления с апреля 2007 года по август 2008 года на территории Калининского, Славянского, Красноармейского и Тимашовского районов Кубани. Нападавшие жестоко избивали потерпевших, прижигали их раскаленным утюгом, душили малолетних детей на глазах родителей. Ущерб, который был нанесен гражданам в результате разбойных нападений, составил более 6 миллионов рублей. Судом присяжных 8 подсудимых были признаны виновными по статьям 209, бандитизм, 162, разбой, 222, незаконное хранение и ношение оружия. УК РФ и приговорены к лишению свободы на сроки от 11 до 19 лет. На хуторе. В Краснодаре задержан бывший вор в законе Коба-Дзидзишвили. Как стало известно Prime Crime, сотрудниками главного управления МВД России по Южному федеральному округу в хуторе Ленин Краснодара, по подозрению в совершении ряда тяжких преступлений, был задержан 40-летний вор в законе Коба-Дзидзишвили, более известный в криминальной среде по кличке Коба Краснодарский. Задержанный находился в федеральном розыске за совершение разбойных нападений в составе организованной группы. Напомним, вскоре после коронации Кобы, состоявшейся в мае прошлого года, его полномочия были приостановлены Сергеем Осатряном за неворовское поведение. По нашим данным, 23 марта Коба-Краснодарский присутствовал на воровской сходке в Москве, где были избиты четверо воров в законе, Эдик и Сергей Осатряны, а также Гурам Кутаиский и Ромик Езид. Организатору этой акции, воров в законе Пичуги, помимо прочего, было поставлено в вину то, что он привел на сходку Кобу, который вором не является. Скорее всего теперь с мечтами о воровской короне, Дзидзишвили придется распрощаться навсегда, а в местах лишения свободы ему грозит незавидная участь. Не брат ты мне, Сережа Осатрян признал коронацию Кобы недействительной. Как стало известно Prime Crime, давняя коронация в Москве, на тот момент по возрасту, 39-летнего краснодарца Кобы Дзидзишвили, вызвало у части воров бурную негативную реакцию. Особую активность в этом вопросе проявил самый молодой из действующих воров в законе, 25-летний Сергей Осатрян, или Осетрина-младший. Сережа собрал в Москве всех, кто имел непосредственное отношение к коронации Кобы, включая его самого, и заявил, что он не вор и таковым считаться не может, потому что подход к нему был сделан неправильно. Присутствующие при разговоре Комоса Фарян и Зура Кутаиский, которые вместе с Вадиком Чебурашкой неделей ранее решили Кобин вопрос, пояснили, что инициатором подхода к Дзидзишвили был Дата Сибисквирадзе. Якобы именно он, находившись на связи с Комой Чебурашкой, отправил Зуру в Москву, чтобы они втроем подошли к Кобы. На это Сережа ответил, что никому не позволит решать такие вопросы узким кругом, кто бы за кого не просил, поскольку решение Шакра о том, что вор может быть коронован, только на сходке в присутствии массы воров, еще никто не отменял. После этого Сережа набрал Дата, однако тот его заверил, что никаких указаний относительно Кобы, которого видел только на сходках, никому не давал и вообще знать его не знает. Говорят Комо, и Зура пытались уговорить Сережу оставить Кобу при своих, однако тот пригрозил, что спросит и с них, если не замолчат. Потеряв надежду рожалобить Осетрину, воры сказали ему, «Брат, как ты скажешь, так и будет». Видя серьезный настрой Сережи, особенно после того, как от них открестился Дата, каждый начал думать о своей голове. Между тем, свое словечко в защиту Кобы потытался замолвить его близкий приятель Вадик Краснодарский, но Сережа даже не захотел его слушать, сказав, что не даст ему решать в воровском, пока тот не уладит свой вопрос с Гоча, и прежде, чем просить за Кобу, подумал бы о себе. Но главной слабостью оппонентов Сергея было поведение самого Кобы, который держался не как вор, а как будто изначально был в чем-то виноват, даже не пытаясь отстоять свою правду. На агрессивные нападки Осатряна он не отвечал и во всем с ним соглашался. Кроме того, в разговоре Коба допустил нелицеприятное высказывание в адрес деда Хасана, фамильярно обозвав его старым, что завело Осетрину еще больше. Впоследствии, узнав об этом от самого Осатряна, который охарактеризовал Кобу, как мерзавца, не умеющего себя вести, Хасан ответил, что Сергей все сделал правильно. В итоге, Сережа сказал Кобы, чтобы он больше не назывался вором, иначе ему не поздоровится. Когда Дзидзишвили кивнул в очередной раз, Осатрян прогнал его со словами, что ему не место среди воров. Вор в законе Коба Краснодарский был коронован в Греции. Продолжается расследование уголовного дела вора в законе Кобы Краснодарского, которого задержали в марте 2020 года в Краевом центре. 47-летнего Кобу Дзидзишвили подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии, статья 210.1 УК РФ. По версии следствия, он раздавал указания и распоряжения в преступных кругах, а также распространял и сохранял преступные традиции и обычаи криминальной среды. Тем временем, стали известны подробности биографии задержанного вора в законе. Коба Краснодарский был коронован в Греции авторитетами, Вадиком Краснодарским и Ромой Краснодарским, еще в мае 2012 года, имевших отношение к клану Деда Хасана. Несмотря на то, что статус Кобы пытались оспаривать в криминальных кругах, вор в законе имел большое влияние. С мая 2012 года, по настоящее время Коба Дзидзишвили, действуя умышленно из корыстных побуждений, согласно существующим негласным нормам и правилам всех лиц, имеющих более низкий криминальный статус, подчиняться его воле, указаниям и распоряжениям, пользуется у лиц, придерживающихся криминальной идеологии, безоговорочным авторитетом, обладает организационно-распорядительными функциями, придерживается, распространяет и сохраняет преступные традиции и обычаи, имеет опыт преступной деятельности, имеет сферу своего влияния на территории Краснодарского края, где занимает высшее положение в преступной иерархии, сообщил КП Кубань, источник в правоохранительных органах. Если вину Кобы Краснодарского докажут, он может отправиться в колонию на срок от 8 до 15 лет. Это его далеко не первое задержание. В апреле 2013 Дзидзишвили разбойничал со своей бандой на просторах Кубани и соседней Ростовской области. Коба Краснодарский подмял под себя так называемых барсеточников, мелких воров, промышлявших кражами кошельков. Он был судим за бандитизм, вымогательство, разбои, в октябре 2018 года покинул колонию в Красноярске.